Друзья, всем привет! Вы на канале Марина Жукова. Я очень рада вас приветствовать. И сегодня в этом видео буду чистить ковер. При чистке хочу потестировать три средства. При выборе средств я отталкивалась исключительно на ваши запросы и на ваши отзывы. Очень многие просили меня сравнить средства Ваниш с каким-нибудь бюджетным, дешевым средством для чистки ковров. Посмотреть, что работает хуже, что лучше, не переплачиваем ли мы за бред. Поэтому я купила средство Ваниш. Стоит оно 260 рублей. И выбрала самое дешевое средство, какое я смогла найти в магазине. Это средство нужные вещи для чистки ковров и мягкой мебели. Вот такой вот бутылек стоит 60 рублей. И чтобы что-то было между ними среднее, и по качеству, и по цене, я еще сравню средства чистин. Каждое средство нужно разводить в одном литре теплой воды. Значит, средство нужно добавлять в 2 столовые ложки. Давайте начнем, наверное, с Ваниш. Найти меня и пообщаться вы можете на моей страничке в Facebook, группе Одноклассники, ВКонтакте и также на странице Яндекс.Зен. Поэтому, друзья, обязательно подписывайтесь. А те, кто любит читать, полезные советы могут найти в моей книге, которая называется «Чистый дом. Счастливый дом». Ссылку на книгу вы можете найти под этим видео. В теплую воду добавляю 2 столовые ложки. Щеткой взбиваю пену. Могу сразу сказать, что средство Ваниш имеет достаточно резкий запах химии. И когда он будет высыхать, он будет постепенно выветриваться, то есть запах от ковра будет. Пенится Ваниш очень хорошо. Чистить нужно пеной, для того, чтобы не замочить ковер. Итак, вот этот вот участок я сейчас почищу Ванишем. Посмотрим, как он справится с задачей. Беру исключительно пену. Так, видите, здесь пятна не удалились еще пока. Поэтому продолжаю чистить. Ворс, в принципе, смотрите, стал какой беленький. Но письмо пока не удалилось. Вот они, два пятнышка. То есть там, где были загрязнения нестойкие, то есть не было пятна, просто вот от грязи серый ворс, все очистилось хорошо. Смотрите, все стало чистенькое, светленькое. А вот пятна остались. Сейчас пробуем средство чистин. Также в один литр теплой воды добавляю 2 столовые ложки средства. Точно так же чистить нужно пеной. И чистить можно не смывать с ковров. Чистин тоже имеет запах, запах химии. Тоже средство хорошо пенится. И попробуем вот эту вот часть, видите, здесь тоже пятно, почистить уже средство чистин. Вот тоже, видите, пятно. Квадрат должен быть, вернее, треугольник должен быть полностью белый. Смотрите, как хорошо чистим. Освежает ковер. Вот здесь все было серое, все стало чистое. На этом квадрате было пятно, но полностью удалилось. Давайте попробуем удалить вот это вот черное пятно. Смотрите, чистин удаляет пятна мгновенно. Сейчас попробую вот эти два пятна, которые у меня не удалил Ваниш, удалить средством чистин. Итак, друзья, смотрите сами, мне кажется, очень хорошо сработал чистин. По крайней мере, чистин пятно удалил лучше, чем Ваниш. После Ваниша, после чистки с Ванишем, два зеленых пятна, как были на ковре, так и остались. Причем Ваниш я нанесла концентрированной, неразведенной водой. Чистин же в разведенном виде, мне кажется, очистил намного лучше. Итак, друзья, последнее, третье средство, тестирую. Это марка Нужные вещи. Значит, здесь у меня 1 литр теплой воды и добавляю 2 столовые ложки средства. Средство достаточно жидкое. Оно не концентрированное, стоит 60 рублей и чистить нужно точно так же пеной. Значит, первые два средства у нас очень хорошо пенились. Посмотрим, как пенится это средство. Средство тоже дает достаточно хорошую, обильную пену. И средство имеет запах, но запах такой, знаете, запах химии, но очень приятный. Чистить буду вот этот вот участок, вот эти вот два грязных квадрата. Чистить тоже буду пеной. Вот знаете, что могу сказать? Вот эти два средства, они очень воду делают мягкой, и поэтому щетка по ковру вот прям скользит. А вот этого средства вот прям чувствуется, что как будто бы обычной водой чищен. Ну, в принципе, ковер чистится. Значит, пена очень быстро испытывается с ковром. В общем, по ощущениям средство сразу чувствуется, что дешевле. Так, ну, в принципе, с этим квадратом справилось средство, но не так быстро, как частин. Частин вот прям мгновенно, мгновенно очищал. Ваня тоже хорошо очищал, единственное, он запнулся на этих двух зеленых пятнах. Посмотрим, как здесь. Так, видите, пятно тоже не чистит. Значит, сказано на средстве, если у вас застарелое стойкое пятно, то нужно это средство нанести непосредственно на само пятно. Вот смотрите, если средство неконцентрированное, то оно дает хорошую вену. Вот точно такую же, как частин и ваняш. А в концентрированном виде, конечно, если большой ковер или палас им чистить, то руки устанут. Да, даже в концентрированном виде, видите, да, смотрите, вот я почистила концентрированным средством, вот этот квадрат намного белее, чем вот этот. Итак, друзья, ковер я почистила, все пятна удалила, вот эти вот белые треугольники вновь стали белыми, стали чистыми. Теперь давайте посмотрим, насколько мокрый после чистки стал ковер. Смотрите, сами обратная сторона ковра влажная, то есть видно, что все три средства делают ваш ковер мокрым, влажным, несмотря на то, что чистить я старалась исключительно одной пеной. Особенно влажная часть вот эта, где я чистила последним третьим средством от марки Нужные вещи. Здесь вот если надавить, то ладошка абсолютно мокрая. Конечно, такой ковер, такой палас будет сохнуть, ну, как минимум сутки. И, друзья, подводя итог своего тестирования, из этих трех средств покупки я бы вам однозначно порекомендовала средство Чистин. Значит, у него средняя цена, средство концентрированное, оно из всех трех средств лучше удаляет стойкие загрязнения, отлично пенится, не имеет резкого запаха. Что касается ванниш, мне кажется, он не до конца оправдывает громкие заявления производителя. Вот, например, как сказано на упаковке, золотой стандарт чистоты, ковер как новый, им удобно, комфортно работать. Значит, ванниш дает много обильной мягкой пены, щетка очень хорошо скользит по ковру, хорошо освежается ковер, но если какие-то стойкие загрязнения, вы сами это видели, ванниш до конца их не удаляет. Поэтому, мне кажется, на ванниш цена немного завышена. Что касается последнего третьего средства, мне оно абсолютно не понравилось, я его точно больше не куплю. Это средство нужной вещи, продается оно в магазине Магнит. Значит, не такое уж оно и дешевое получается, потому что это средства не концентрированные, и если чистите в неразведенном виде, то оно, в принципе, нормально чистит, дает хорошую пену на ковре. Если же его разводить, то это получается обычная мыльная вода, и для того, чтобы очистить и свежить ковер, этого средства нужно очень-очень много, соответственно, после чистки ковер будет мокрый, будет сохнуть не один день. Вы в комментариях пишите, какими средствами пользуетесь вы. У меня уже на канале есть битва средств для чистки мебели, для чистки ковров. Я ссылочку на это видео оставлю в инфобоксе. И вот сегодня я еще дополнила свою битву тремя средствами. Надеюсь, что видео окажется для вас полезным. Всем вам большое спасибо за просмотр, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok